МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошли ответные матчи 1-16 Кубка Беларуси по футболу. Дальше по турнирной сетке идет Мозырская славя, которая оказалась сильнее футбольного клуба Барановича 2-0. Первая игра завершилась в ничью 1-1. Гомель Желдор Транс в гостях сыграл с Белшиной в ничью 2-2. В первом поединке в Гомеле сильнее были бобруйские футболисты 2-1, которые продолжат борьбу за кубок. Еще один представитель Гомельской области, речица 2014, уступила Гродненскому Неману со счетом 0-6. Две недели назад команды расписали ничью 0-0. Футбольный клуб Гомель принимал Кобрин, имея в активе победу в первой игре со счетом 2-0. Болельщики зелено-белых успели соскучиться по большому футболу. И вот после длительной выездной серии Гомель наконец-то вернулся на центральный. Тренерский штаб команды решил провести паузу в чемпионате с максимальной пользой. Повторную игру 1-16 кубка страны гомельчане проводили на фоне серьезных нагрузок. Только закончился тяжелейший сбор. О том, что Кобрину будет нелегко, стало понятно сразу. На третьей минуте гомельчане организовали первый действительно опасный момент. И все-таки усталость зелено-белых давала о себе знать. Давление на ворота гостей почти не прекращалось, однако воплотить преимущество в забитый гол не удалось. Во второй половине скорости возросли. И пока голкипер Гомель откровенно скучал, его визави приходилось туго. И на 53-й минуте Евгений Милевский замкнул дальнюю штангу после подачи углового. 1-0. На 72-й минуте Алексей Теслюк после сольного прохода отдал передачу на Ивана Сулима, который не промахнулся. Спустя пять минут арбитр за снос в штрафной Виталия Новика назначил пенальти в ворота Кобрина. 11-метровый отправился пробивать Геннадий Близнюк. Изобил, правда, судья попросил перебить пенальти. Во второй раз Близнюк также был точен. 3-0. Поставил точку в разгроме Кобрина Денис Яхно. 4-0 и Гомель без проблем выходит в 1-8 финала Кубка. Основная задача была достойно выступить, сыграть. В принципе, в целом, ребята справились. Конечно, видно было, что класс команды Гомель, я бы говоря, на порядок лучше. Но мы старались, есть как есть. Мы в паузе попытались наработать то, что мы будем играть в чемпионате. То есть мы провели неплохой сбор здесь, в Гомеле, в двухразовом режиме. Мы собрали то, что есть у нас в дубле, посмотрели их. И на фоне нагрузок пытались показать, что мы будем играть в чемпионате. Следующий матч уже в рамках чемпионата Беларуси Гомель проведет в ближайшее воскресенье на выезде против Гродненского Немана. Все представители Гомеля в высшей лиге чемпионата страны по мини-футболу активно готовятся к новому сезону. Промежуточные итоги предсезонки подводят во время спаррингов. Пока это гомельские междусобойчики. Лидер здесь БЧ. Железнодорожники провели уже три поединка. Они обыграли СМП-354 с отсчетом 4-1 и агрокомбинат Южный 3-0. Еще одним соперником стала команда ВРЗ. Во время спарринга команды решали разные задачи. ВРЗ сейчас на стадии комплектования. И такой поединок – хорошая возможность еще лучше присмотреться к потенциальным новичкам. Мы в основном здесь просматривали людей, с кем будем определяться, с кем будем работать дальше. И ставили задачу сыграть надежно в защите. БЧ этим матчем подвели итог второго этапа предсезонной подготовки, который проходил в загородном доме отдыха. Хотелось посмотреть, как ребята работают на усталости. Была определенная задача у одной пятерки и у второй пятерки. В принципе, самое главное в этой ситуации было терпеть тот хороший темп, который предложил нам ВРЗ. Почему? Потому что мы работали на фоне нагрузок и хотелось на это посмотреть. Ребята, в принципе, хорошо все терпели. И то, что мы хотели, то мы увидели. Команды провели на паркете спорткомплекса «Локомотив» два тайма по 35 минут грязного времени. Несмотря на то, что до старта сезона еще далеко, обе дружины показали, что уже находятся в хорошей форме. Заданный с первых минут высокий темп футболисты выдержали до конца. Были на радость собравшимся на трибунах болельщикам и голым. В первом тайме отличились игроки БЧ. Цели достиг дальний удар Андрея Черниенко. Во второй половине игры его одноклубник Константин Кусков увеличил преимущество. В итоге 2-0 в пользу БЧ. В Гомеле прошел четвертый международный хоккейный турнир среди молодежных команд в памяти бывшего директора предприятия «Гомель Транснефть Дружба» и председателя совета хоккейного клуба «Гомель» Алексея Костюченко. В течение трех игровых дней четыре дружины в напряженной борьбе выявляли сильнейшего. Борьбу за трофеи вели дубли Гомеля и Жлобинского металлурга, а также Минская юность и Московский «Спартак». Кстати, москвичи – прошлогодние победители турнира. После двух игровых дней в лидерах были «Спартак» и «Юность», которые имели шансы на завоевание трофея. «Гомель» шел на третьем месте. Замыкали таблицу жлобинчане. В заключительный день москвичи в серии буллитов победили «Металлург» 4-3. Минчанам, чтобы победить в турнире, надо было брать очки в игре с «Гомелем». Матч получился напряженным. В первом периоде преимущество было на стороне «Юности», однако воплотить его в заброшенную шайбу не удалось. Во втором периоде минчане все-таки забросили. «Гомель» ответил на это. Сначала «Хозяева» отыгрались, а потом вышли вперед 2-1. В третьем периоде соперники дважды обменялись заброшенными шайбами. Победу в матче, а вместе с ней второе место на турнире получили хоккеисты «Гомеля». Все игры были очень тяжелые. Команды были все, в принципе, нам по силам, но вторую игру «Спартаку» проиграли. Не хватило, может, немножко характера. Так ребята молодцы, все старались, все выкладывались за последние секунды. Победу в турнире памяти Алексея Костюченко второй год подряд завоевала молодежная команда московского «Спартака». «Юность» осталась на третьем месте. Замкнули таблицу резервисты Жлобинского «Металлурга». Любой турнир он всегда кратковременный. Опять же, он дает очень много пищи для размышлений. Опять же, каждая команда ставит свои задачи, цели. Практически, что мы ставили, все посмотреть, разобраться в ребятах, кто на что способен. Нам эта задача удалась. Хоккей вернется на арену Гомельского ледового дворца 10 августа. В рамках розыгрыша Кубка Руслана Салей хоккейный клуб «Гомель» будет принимать Витебск. В конце июля в небольшом португальском городке Монтемор-Увелью прошел чемпионат мира среди юниоров и молодежи по гребле на байдарках и каноэ. Представители нашего региона привезли с мирового форума 4 медали. 2 золота, серебро и бронзу. 18-летняя гомельчанка Дарина Костюченко в паре с мазырянкой Камилой Бобр завоевала золото в заезде каноэ двоек на дистанции 200 метров. Сейчас спортсменки готовятся ко взрослому чемпионату мира, который в августе пройдет в Милане. Перед отъездом на сборы нам удалось побеседовать с Дариной. Несмотря на юный возраст, Дарине к высоким титулам не привыкать. Но у нее в активе не одна победа на самых престижных соревнованиях. Так в мае вместе с Камилой Бобр она стала чемпионкой Европы среди взрослых на дистанции 500 метров. И на молодежный чемпионат мира девушки ехали только за победой, правда уже на спринтерской дистанции. В предварительном заплыве даже небольшая ошибка не помешала им стать первыми. А уже в финальном заплыве девушки все сделали безукоризненно, не дав усомниться в своем преимуществе. Стартовали без проблем, правда вышли со старта не самые первые. Но буквально через уже 20 метров мы взяли преимущество перед всеми и шли с нарастающей к финишу. То есть все больше и больше от всех уходили. Подготовку к мировому форуму, который пройдет с 19 по 23 августа, в Милане спортсменки ведут в Чехии. Задачи на предстоящие старты самые амбициозные – золотые медали. Мы готовы, мы год готовились, пахали, умирали на сборе во Франции. Мы едем туда за золотом, все соперники, все вообще едут туда за золотом. И мы будем стараться, конечно, доказать то, что мы не просто так выиграли чемпионат Европы в этом году и выиграли чемпионок мира прошлого года. Поэтому будем стараться, конечно, выиграть. Но и нам надо показать хорошее время, хороший результат, хорошую красивую греблю. Конечно же, главной мечтой Дарины является победа на Олимпиаде. Правда, женской гребли на кону пока нет в соревновательной программе главного спортивного старта четырехлетия. Однако спортсменка надеется, что вскоре ситуация изменится и золото Олимпиады станет реальностью. Неолимпийские – это очень обидно. У нас уже буквально, наверное, лет пять хотят все принять, все никак не примут. Конечно, мы очень все надеемся, то есть девочки Каной по всему миру очень надеются, что примут, потому что это очень круто, когда это олимпийский вид спорта есть. Десятки килограммов рыбы, выпущенной обратно в реку, и шанс побороться за медали мирового первенства. Таковы итоги второго этапа чемпионата страны по спортивной рыбной ловле методом Квивертип. Состязания проходили на протяжении двух дней на Якубовском грибном канале в Гомеле. Внешне спокойные и выдержанные рыболовы азарт испытывают неимоверный. Для тех, кто за рыбалкой обычно наблюдает издалека, поясним суть метода. Ловля идет со дна. Удилище оборудовано кормушкой, после которой идет поводок. Клюет ли рыба, спортсмен определяет по движению кончика удилища. Подобные состязания Гомель принимает с 2008 года. Обычно рыбачили на набережной в парке. В этом году решили опробовать новый водоем. Спортивный по назначению и по рыбалке. Это достаточно хороший равномерный водоем, где есть рыбка и где спортсмены в более-менее равнозначных условиях. Надеемся, что он себя хорошо зарекомендует и спортсменам понравится. 13 команд по 4 спортсмена в каждой заняли практически полкилометра грибного канала. В Гомель побороться за звание сильнейшего съехались представители практически каждого уголка страны. Года к году есть прирост, прибавление. То есть люди увлекаются спортивной рыбалкой, их это интересует, интригует. Есть мнение, что лучше один год спортивной рыбалки, чем пять лет любительское количество опыта, знаний и каких-то навыков. Как и количество средств, вложенных в это занятие, вид спорта рыбная ловля достаточно дорогой. Для того, чтобы показывать отличные результаты, высокого класса должна быть и платформа, на которой располагается спортсмен и орудие труда. Прикормки дорогие, чтобы выступать в чемпионате Республики Беларусь. Надо хорошие прикормки. В среднем от 4 до 5 долларов в пачках. На одно соревнование где-то около, если на одного человека, брать 3-4 пачки, чтобы ловить. А таких соревнований плюс тренировки. Со стороны обывателю может показаться, что ничего сложного в этом процессе нет. Закинул снасти, сиди и жди. Однако к процессу участники состязания относятся более чем серьезно. На деле для победы требуется огромная умственная работа, примерно как и в шахматах. Спортсмен должен поначалу найти себе точку ловли, подобрать корм под конкретный водоем. То есть, как правило, спортсмены приезжают за день и за два, чтобы потренироваться, посмотреть, какая рыба, какой водоем. Подобрать прикормку, подобрать насадку. Может, кому-то рыбке нравится один опарыш, два мотылика. Как и шахматы, этот вид спорта сверхактивным назвать нельзя. Но азарт там утверждают участники не меньше, чем в футболе. Второй этап национального чемпионата. Лидер может смениться в любую секунду. А значит, следить за конкурентами нужно очень внимательно. Сейчас все ловятся на ближней дистанции, старают уклею ловить, потому что с дальней дистанции рыбы крупной нет в этом секторе. Я не знаю, как в секторе А, Б, Ц, Д. А у нас где-то уклея стоит просто в верхних слоях воды и ловится уклея на опарыш. Главная цель спортсменов на таких стартах – отобраться в сборную страны и принять участие в чемпионате мира. Состязания эти не последние. Но пока командная победа осталась за Минско-Гродненской сборной фидер.бюай. Гомельская четверка «Фаворитфишинг.бюай» заняла второе место. Назамкнули тройку столичные рыболовы. В личном зачете гомельчане Андрей Халецкий и Артем Цалков оказались на первой и второй ступенях пьедестала. Третьим стал минчанин Александр Розин. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!